Далее, увы, чудовищная история из Петербурга. Жильцы одного из самых спокойных, казалось бы, районов города расправились с собакой, выбросили тело в окно. Репортаж Ренат Хурамшина. Основная версия, которую выдвигают соседи и свидетели преступления, собака мешала хозяевам квартиры праздновать и готовиться к празднованию Дня Победы. В ночь с 8 на 9 у них было застолье, и, видимо, собака здесь была лишней. Об этом нам рассказал Евгений, сосед, который прямо под квартирой проживает, в которой все и произошло. С 8 на 9, где-то около 4 утра, ну, они начали отмечать, немножко так заранее, вот, и собака им как-то, видимо, надоела. То есть, услышали крики, ну, визг собаки, вот где-то около 4 утра. Не поняли, в общем-то, что именно происходит, думали, ну, может быть, там, ну, бьют, там, вот. Ну, крики были очень сильные, слышно было, наверное, там, во всех соседних домах. Собственно, сразу, как услышали, вызвали полицию. Вот из этого окна на третьем этаже, под которым еще видны на стене следы запекшейся крови, и была выброшена собака. Упала она вот сюда, и затем нашла в себе силы отползти в ближайшие кусты, где и умерла. На место прибывшая полиция со хозяевом выписала только штраф за нарушение тишины, по 500 рублей обоим. Ну, а владелица квартиры Любовь с нами общаться на тему убитой собаки отказалась. Это ваша собака? Нет, не моя. Кроме Любови, в квартире проживает ее сожитель Вячеслав, а также ее мать Елена и ее 13-летний сын Гена. Бабушка с внуком живут в отдельной комнате и практически не общаются с Любовью. Любовь была лишена родительских прав несколько лет назад, поскольку отбывала наказание в колонии, и бабушка является опекуном внука. Она очень переживает, что эта ситуация может как-то пагубно повлиять на состояние 13-летнего мальчика, поэтому он пока не знает о том, что произошло в квартире, где он проживает. Он спал. Он, слава богу, еще маленький спит. Может быть, он где-то что-то и слышит, но он не просыпался, ничего. То есть он не в курсе вообще этих событий. Я не хочу, чтобы он был в курсе. Для всех же соседей это стало настоящим шоком. Довольно спокойный район Металлостроя. Здесь никогда до этого прежде не было таких случаев зверского обращения с животными. Люди живут здесь по 5 лет и больше и не сталкивались, чтобы так жестоко расправлялись с животным. Хотя Любовь и Вячеслав это те соседи, которых принято называть беспокойными. Постоянные гулянки и шумные компании в их квартире доставляли определенные неудобства соседям. Конечно, страшно, когда у тебя шумят. По ночам у нас первый этаж. Слышно, когда все время дверь хлопает, потому что к этим соседям приходят точно так же друзья. Они гуляют. По ночам вот шумят шумно. Спать мешают. Сегодня на стене дома, где живут предполагаемые док-хантеры, появилось вот такое объявление. И около подъезда, где находится 91-я квартира, и в других подъездах этого дома жители обеспокоены. Жители ждут, что полиция все-таки возбудит уголовное дело и за жестокое обращение с животными будет вынесено какое-то наказание. Ренат Хурамшин, Евгений Луценко, Life78.